Всем привет! Конечно же, аварии на дорогах случаются гораздо чаще, чем в море, но иногда и огромные судна не могут разминуться. Столкновения кораблей в море очень зрелищны, но весьма опасны. Сегодня я покажу вам самые шокирующие моменты, когда на воде что-то пошло не так. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Столкновение неизбежно. Сколько бы капитан не сигналил, столкновение уже было не избежать. Сейчас вы видите, как в море столкнулись двое небольших судов. К счастью, ничего страшного не произошло. После столкновения им удалось разминуться, и каждый из них продолжил свой маршрут. Столкновение яхт. Остановить большую яхту ещё сложнее, чем грузовик на скользкой дороге. Стоит замешкаться, и произойдёт нечто вроде этого. Как видите, одна яхта наехала на другую. Будем надеяться, что повреждения не слишком больши, и у владельцев хватит денег, чтобы всё исправить и забыть про этот неприятный инцидент. Столкновение контейнеровозов. Контейнеровоз Ханчжин, Нью-Йорк встал на якорю побережья Сингапура у военно-морской базы. Неподалёку пришвартовался ещё один контейнеровоз МСС Клаудия. Из-за сильного ветра судно Хаджин сорвало с якоря, и оно врезалось в носовую часть судна МСС. После столкновения за борт упала дюжина контейнеров с судна Хаджин. Большинство из них оказалось в воде, а один на носовой части Клаудии. О происшествии было сообщено местным властям, и на место происшествия был отправлен буксир, который отбуксировал судно Хаджин и закрепил его на якорной стоянке. Яхта и лодки. На этих кадрах вы видите драматический момент. Британская роскошная яхта врезается в лодки в гавани Портофино. Остановить яхту было невозможно из-за неисправности шасси. Но инцидента можно было бы избежать, если бы капитан правильно оценил маршрут. Прохожие с широко раскрытым от удивления ртом наблюдали за тем, как лодки, которые толкала яхта, врезались друг в друга. Контейнеровоз и краны В апреле этого года контейнеровоз «Мост Милана» врезался в портовые подъемные краны. Один из них упал и повредил судно. Инцидент произошел в Пусане. Это город в Южной Корее. Сперва «Мост Милана» столкнулся с другим судном, а затем уже въехал в краны контейнерного терминала. Другое судно совершенно не пострадало. Восточная слава Корабль «Восточная слава» застрял под мостом в индонезийском городе Батам. Вес судна превышает 5000 тонн. Инцидент произошел в январе 2019 года. Судно было на буксире, но сильным ветром его занесло в сторону, и оно оказалось под мостом. Столкновение в Сингапуре В 2013 году в Сингапуре столкнулись два корабля – «Балкер» и грузовое судно. Меньшее грузовое судно было сбито с левого борта в кормовой части после того, как оно не могло остановиться или изменить курс, чтобы пропустить «Балкер». Для спасения экипажа меньшего судна пришлось вызвать береговую охрану. Но, к счастью, ни один человек в результате этого инцидента не пострадал. Мост В июне 2019 года судно KMP Parlink-7, которое совершает маршрутные перевозки в Индонезии, врезалось в мост на острове Ламбок. Рыбаки против патрульных В 2010 году японский патрульный катер столкнулся с китайским рыбацким судном на спорной территории. Вблизи островов Дяо-Юй и Сенкаку в Восточно-Китайском море. На этих кадрах видно, что конфликт спровоцировали рыбаки. Данное видео послужило обострением конфликта между КНДР и Японией. Баржа против домов Баржи часто проходят вдоль побережья индонезийского острова Борнео. Но на этот раз баржа зацепила жилые дома, повредив их. Соприкоснулись В Ресландии баржи не плавают, зато столкновение катеров – не редкость. Однако к серьёзным повреждениям такое столкновение не приведёт. Просто катера иногда легонько соприкасаются друг друга. Симаранг В индонезийском порту Симаранг контейнеровоз завалил кран. Этот случай произошёл в июле 2019 года. В результате один сотрудник порта получил травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, падение подъёмных кранов из-за контейнеровозов – не редкость. MSC Opera В 2019 году круизный лайнер MSC Opera врезался в причал в Венеции. Из-за отказа двигателя капитан потерял контроль над судном и не только со скрежетом въехал в причал, но и столкнулся с туристическим судном. Испуганные люди убегали с причала. Но кто-то сумел снять всё на видео. Четыре пассажира туристического судна получили травмы и были госпитализированы. MSC Harmonia Гигантский круизный корабль MSC Harmonia в 2018 году врезался в пристань в порту Гондураса. Лайнер с туристами вовремя не смог остановиться и буквально снёс часть пирса у острова Раатан. Очевидцы были в шоке, но, к счастью, никто не пострадал. Футбольное поле В 2014 году жители Гонконга стали свидетелями того, как огромный контейнеровоз врезался в футбольное поле. Капитан понимал, что не успеет остановить судно, но он бросил якорь, чтобы сбавить скорость. К инциденту привёл сильный муссонный ветер и отказ двигателя в самый неподходящий момент, но, к счастью, никто не пострадал. Юшинмару-3 Большинство стран мира поддержало международное соглашение на запрет охоты на китов. Но в Японии браконьеры по-прежнему истребляют этих животных. Иногда охотникам на китов приходится столкнуться с защитниками окружающей среды. И на этих кадрах вы видите именно такую встречу. Пытаясь уйти от преследования, командование китобойного судна предприняло решительные меры. На высокой скорости они начали таранить судно охраны окружающей среды. Порт Нанша В декабре 2018 года в китайском порту Нанша в Гуанчжоу произошёл ужасный инцидент. Контейнеровоз не смог вовремя остановиться и въехал прямо в пришвартованное судно. Контейнеровоз получил серьёзные повреждения, а меньшее судно вообще не смогли вернуть в эксплуатацию. К счастью, во время инцидента не пострадал ни один человек и в воду не пролились загрязнения. Но всё равно было проведено служебное расследование с целью предотвратить подобные катастрофы в будущем. Зерновоз и траулер В октябре 2010 года огромный корабль, который перевозил зерно, врезался прямо в тунцовый траулер, который был пришвартован у причала. Меньше чем за полчаса траулер полностью ушёл под воду. К счастью, людей на нём не было. Пьяный капитан В прошлом году в портовом южнокорейском городе Пусан российское судно врезалось в мост. Судно получило серьёзные повреждения, а в мосту осталась большая пробоина. Движение по мосту перекрыто, аварийное судно эвакуировала морская полиция. На этот раз причиной аварии стал не отказ двигателя, не ветер и не течение, а злоупотребление алкоголем. Оказалось, что капитан управлял судном в нетрезвом состоянии. Мечта Диснея В 2017 году круизный лайнер «Мечта Диснея» врезался в пирс в порту Нассау, в столице Багамских островов. Очевидец, который находился на другом судне неподалёку, успел всё запечатлеть на камеру мобильного телефона. На записи видно, как судно, двигавшееся задним ходом, врезалось в бетонную оконечность пирса. К счастью, никто не пострадал. Лайнер лишь повредил обшивку, но это не помешало ему продолжить свой трёхдневный круиз. Продырявил Из-за невежества капитана произошло ужасное столкновение в гавани Сингапура. Корабль пытался сократить курс, но не рассчитал маршрут, не смог вовремя остановиться и попросту продырявил другое судно. Корабли против мостов Как видите, даже опытные капитаны, которые управляют огромными судами, порой совершают непоправимые ошибки. А о любителях и говорить не стоит. Лодки, катеры, яхты очень часто застревают под мостами или же получают повреждения, потому как мост оказывается слишком низким. Не всегда удаётся рассчитать габариты судна. Хотя каждый водоём имеет определённую судопроходность, и каждый капитан должен знать, в каком месте его судно пройдёт, а где нет. Всё равно аварии случаются время от времени. Корабли против волн Моряки всегда боялись шторма. Посмотрите, что способны творить волны с различными судами. Моряки Моряки Корабль и дом А иногда корабли даже врезаются в дома. Раньше я думал, что такое может произойти только в кошмарном сне. После того, как я увидел эти кадры, больше не хочу себе домик у Моря. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...